Доброе утро, дорогие земляки, жители Донского края. Доброе утро, участники Донского юридического форума. Мне очень приятно обратиться к вам в режиме хотя бы видеоконференции и таким образом в виртуальном варианте принять участие в этом очень важном мероприятии, которое проводится в столь значимое время, время проведения конституционной реформы. Я обращаюсь к вам из храма правосудия, главного зала заседаний Конституционного суда Российской Федерации. И вот именно в этом зале слушаются дела по заявлению как граждан Российской Федерации, так и государственных органов, включая высшие государственные органы. И вот слева от меня как раз те места, которые занимают обычно заявители. Справа места, которые выделены для другой стороны. Стороны, принявшей и подписавшей те законы, которые проверяются Конституционным судом на соответствие Конституции. Это представитель Государственной Думы, Совета Федерации, представитель президента Российской Федерации. Я должен сказать, что в этом зале не в качестве ответчиков, а в качестве заявителей нередко были и жители Ростовской области, и представители государственных органов, в частности, Законодательного собрания Ростовской области. И я надеюсь, об этом еще хотя бы в двух словах в дальнейшем скажу. Но сегодня, сейчас хочу прежде всего поприветствовать участников Донского юридического форума. Сегодня это уже седьмой юридический форум. Трудно в это поверить. Кажется, совсем недавно вчера проводились первые юридические форумы, в работе которых я участвовал не виртуально, а приходилось реально в том числе и выступать. Время идет, меняются события в обществе, в регионах, на местах, меняется должностное положение отдельных лиц, которые были в том числе инициаторами проведения таких донских форумов. А я имею в виду, что проведение донских юридических форумов инициировало Ростовское отделение Ассоциации юристов России во главе с председателем Ассоциации Ириной Валерьевной Рукавишниковой. И очень приятно, что, несмотря на все изменения, в том числе и должностные, прекрасная традиция, связанная в частности с проведением донских юридических форумов, сохраняется и она имеет свое продолжение, в том числе в сегодняшнем мероприятии. Совершенно очевидно, что тема сегодняшнего донского юридического форума, которая определена как совершенствование конституционно-правового механизма организации публичной власти, непосредственно соприкасается и должна оцениваться сквозь призму конституционной реформы, сквозь призму тех поправок, которые обсуждаются и, хочется надеяться, будут внесены в основной закон Российской Федерации. И вот в связи с этим, хотелось бы отметить, что конституционная реформа – это не есть какой-то формально-юридический процесс совершенствования самого по себе текста, пусть даже и самого важного закона нашего государства. Конституционная реформа в нынешнем ее проявлении – это путь от политических иллюзий 90-х годов, когда принималась действующая Конституция, к юридическому реализму 21 века. И об этом тем более важно сказать, имея в виду, что сегодня имеет место не просто политика, идеологическая борьба. Сегодня мы участвуем в процессах, которые определяются столкновением цивилизаций. И это не может не получать в том числе и конституционно-правового отражения. Почему? Хотя бы потому, что Конституция – это не только и не столько формально-юридический документ. Конституция – это своего рода юридическое зеркало, отражающая душу нации, характеризующая социокультурный портрет общества и государства. И от того, насколько точно, насколько адекватно Конституция будет отражать вот этот социокультурный портрет общества и государства, зависит эффективность действия, эффективность реализации Конституции. И в этом плане величие, значимость Конституции определяется не тем, что она раз и навсегда закрепляет некие принципы, постулаты, а в ее величие, ее гениальность проявляется в том, что она содержит, Конституция сама по себе, содержит в себе внутренние механизмы развития в соответствии с историческим процессом изменений в обществе и государстве. И этими свойствами в полной мере обладает Конституция Российской Федерации. Что я имею в виду? Два момента. Во-первых, Конституция развивается вместе с изменениями в обществе и государстве через решение Конституционного суда. Конституционный суд в этом плане не только хранитель, но и преобразователь Конституции. Вот здесь, в этом зале, как раз принимаются те решения, которые имеют окончательное значение, не могут быть обжалованы, не требуют никаких утверждений со стороны каких-либо органов и являются обязательными для всех. И как раз здесь, в том числе, происходит и толкование социокультурное преобразование конституционных норм, конституционного духа, принципов, ценностей Конституции. Но Конституция имеет и свой текст. Буква Конституции нельзя тоже недооценивать. И вот второе направление изменения Конституции – это внесение поправок. И такой путь изменений сейчас определен в качестве приоритетного. Но при этом необходимо тоже учитывать то обстоятельство, что Конституция и сам по себе ее текст не ограничивается федеральным уровнем. Конституционное пространство России – это многоуровневая нормативно-правовая система, которая включает в себя федеральный, региональный, муниципальный нормативно-правовой пласт. И, соответственно, конституционная пирамида российской государственности – это Конституция России, – это Конституции, уставы субъектов федерации, это муниципальные конституции в виде уставов муниципальных образований. И поэтому Конституционная реформа невозможна только посредством внесения изменений в текст самой по себе федеральной Конституции. Я вот сейчас возьму на себя смелость предложить вам, дорогие земляки, участники Донского юридического форума, рассматривать работу форума не только как участие в завершающем этапе обсуждения поправок к Конституции Российской Федерации, но и как начальный этап обсуждения поправок в устав Ростовской области. Но для того, чтобы все мы, все жители Ростовской области устав своего субъекта федерации рассматривали как конституционно значимый для всех и каждого документ, я думаю, было бы не лишнее вернуться к идее, которая, насколько мне известно, активно обсуждалась в свое время в законодательном собрании Ростовской области, связанная с целесообразностью принятия закона о праздничных и памятных датах Ростовской области. И вот, например, по аналогии с Санкт-Петербургом, как субъектом федерации, где в качестве первого праздничного дня определяется день устава Санкт-Петербурга 14 января, таким же образом можно было бы обозначить 29 мая днем устава как конституционного акта Донского края. Ну, а в продолжение я мог бы предложить и Ростовской на Дону городской думе подумать о том, чтобы 9 апреля провозгласить днем муниципальной конституции. Это день принятия устава Ростовской области в 1996 году. И об этих датах я сейчас вспомнил и вот внес такое предложение не только и не столько потому, что имел свое время к ним этим датам и к соответствующим документам определенное отношение. Просто я уверен, что конституционное пространство является той сферой жизни конкретного человека, населенного пункта, региона, общества и государства в целом, которые должны вот восприниматься в единстве вот этого трехуровневого конституционного пространства. И наверное особенно важно вот тем более не лишне будет об этом сказать, имея ввиду, что сегодня проводится региональный юридический форум. Особенно важно отметить то обстоятельство, что в условиях российской государственности с ее огромными территориальными масштабами, с ее невероятно сложным богатым национально-этническим религиозно-конфессиональным составом, как раз именно на региональных, на местных уровнях происходят основные события конституционно-правовой жизни. и здесь в первую очередь должны решаться вопросы и конституционного совершенствования механизмов организации и функционирования публичной власти. И я думаю, будет не лишним все и с этим напомнить гениальные слова выдающегося российского историка Василия Осиповича Ключевского, который сказал так, в России центр находится на на периферии. Центр конституционализма, центр практики реализации государственного, центр практики государственно-правового развития тоже находится в регионах и применительно к Ростовской области, тем более приятно отметить, что это один действительно из признанных центров юридической науки, юридического образования и современного конституционализма. Правда, я оговорюсь, что не являюсь сторонником того, чтобы Ростов представлять в качестве некой мекки конституционализма. Да, вклад представителей Ростова-Ростовчан был достаточно заметным и сегодня он тоже является важным, но не надо умалять роль и других юридических конституционных центров Российской Федерации. А вот реальный вклад Ростовской области в развитие конституционализма он заметен в том числе из этого зала, зала заседаний конституционного суда. я имею ввиду, что если использовать сухую статистику, только жителями Ростовской области, от жителей Ростовской области конституционным судом было получено 392 обращения, соответственно, с принятыми решениями в таком же количестве 392 решения Конституционного суда по заявлениям жителей Ростовской области. И законодательное собрание Ростовской области находится на одном из первых мест Российской Федерации по количеству ну и наверняка по важности тех обращений, которые поступали от Донского парламента в Конституционный суд. И вот как раз рассмотрение этих вопросов по инициативе и жителей Донского края и органов государственной власти Ростовской области это тоже реальный вклад в конституционно-правовую реформу. И в этом отношении я могу даже привести абсолютно неожиданные примеры. Еще в 2004 году было принято 6 июня если я не ошибаюсь 2004 года принято определение по запросу законодательного собрания Ростовской области связанное с проблемой консультативного согласования назначения определенных должностных лиц силовых структур в субъекте федерации с точки зрения взаимоотношений органов власти субъектов федерации с федеральными органами. Я думаю вам это вполне напоминает те предложения которые сейчас обсуждаются в плане внесения изменений в действующую конституцию. То же самое можно сказать например о совершенствовании системы местного самоуправления. Из Ростовской области такие обращения поступали в том числе касающиеся взаимоотношений региональной государственной власти и органов местного самоуправления как органов муниципальной власти. Ну и те изменения которые предлагаются в статье 132 Конституции они тоже в духе вот подходов которые выработаны были Конституционным судом в том числе на основе обращений поступавших из Ростовской области и связанных с признанием утверждением системы публичной власти как единой включающей в себя органы государственной и муниципальной власти. Но при этом хочу сделать оговорку нельзя быть и по этим вопросам святее Папы Римского потому что в конечном счете это вредит даже и вере в Бога. Признание положение о единстве системы органов публичной власти отнюдь не исключает и конечно же не парализует статью 12 Конституции которая находится в главе об основах конституционного строя о том что органы местного самоуправления самостоятельны и не входят в систему органов государственной власти. Вот здесь очень важный баланс единства и самостоятельности. Так же кстати как и при решении многих других конституционно значимых вопросов в том числе тех которые определяются обозначены конституционной реформой. И я сейчас только вспомнил что у меня сегодня не лекция а обращение с приветствием к вам как участникам Донского юридического форума. Поэтому может быть несколько затянутое выступление оно по-своему является может быть объяснено хотя бы тем что конституция и те поправки которые обсуждаются к данному акту имеют всеобъемлющий характер о ней трудно сказать в нескольких словах остается только надеяться на то что не только в виртуальном но и в реальном варианте будет возможность новых встреч в том числе связанных с обсуждением проблем совершенствования конституционного правового механизма осуществления публичной власти и я хочу в завершение отметить что эффективность решения этих вопросов определяется не только а может быть и не столько совершенством текста конституции это зависит от всех вас от всех нас от того как органы государственной и муниципальной власти общественные организации будут осуществлять свои полномочия и функции от того как будут обеспечиваться права человека и гражданина как жителя Донского края как жителя сельского городского поселения как члена конкретной семьи и как гражданина Российской Федерации я еще раз обращаюсь к вам с чувствами ностальгии по Донскому краю с любовью и уважением к вам как землякам спасибо за внимание и долготерпение желаю вам успешной работы в рамках Донского юридического форума до 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 Продолжение следует...